Итоги работы Барановического горкома Белорусского профсоюза работников и учреждений за период с 5 июня 2014 года по 4 июня 2019 подвели на 15-й отчетной выборной конференции. В городском исполнительном комитете прошла майская конференция педагогических работников тема общегородского форума «Образование. Ресурс развития личности, общества и государства». Третий трудовой семестр открыл в Барановичах студенческий строительный отряд «Базис». Молодые люди создают в военном городке аллею авиаторов. Бронзовую награду завоевал барановичский боксер на чемпионате Европы по боксу. Первенство среди юниоров и юниорок в этом году прошло в Румынии. Даниил Титко победил представителей Болгарии, Молдовы и Румынии, но уступил участнику из Италии. Итоги работы Барановичского горкома Белорусского профсоюза работников и учреждений за период с 5 июня 2014 года по 4 июня 2019 подвели на 15-й отчетно-выборной конференции. Первостепенное внимание горком уделял организационному финансовому укреплению профорганизации. Росту профсоюзных рядов, охране труда, приоритетный характер носили вопросы оздоровления детей в летний период. 15-я отчетно-выборная конференция городской организации профсоюза работников государственных и других учреждений прошла в Барановичах. ГОС-15-летие профсоюзного движения можно с уверенностью сказать, что авторитет Барановичской городской организации и структурных подразделений взращен конкретными делами. Задачи, которые ставит профсоюз перед правительством, направлены на поддержку трудящихся. Все мероприятия, которые проходят в течение этого года, все проходят под эгидой, под знаком 150-летия. И наиболее важным событием для профсоюза, что в этом году, проходит отчетно-выборная кампания. Наши областные организации уже практически полностью завершились отчетно-выборной первичной профсоюзацией. И сейчас самый ход отчетно-выборной конференции в районах и в городах. И 13 декабря закончится отчетно-выборная конференция нашей областной организации. Барановическая городская организация Белорусского профсоюза работников, государственных и других учреждений объединяет 22 организации. За отчетный период было проведено 35 заседаний президиума, на которых были рассмотрены основные направления деятельности. Работа с обращениями граждан, оказание материальной помощи, организация проведения общественных мероприятий, работа с ветеранами и молодежью, охрана труда. К слову, городская организация признана одной из лучших в области. Здесь очень хороший профсоюзный актив, и опытный. Сейчас пришли на смену молодые, заботливые люди. Здесь действительно оказывается помощь тем, кто в ней нуждается. Делится радость тем, кто ее очень много. Проводится масса мероприятий, направленных на сплощение, на укрепление коллектива. И как результат, значит, того и всей этой работы, то, что с Барановичской зоной у нас, в отличие от других, не поступают ни единых жалобы, ни замечаний, ничего. Здесь активно ведется работа по созданию профсоюзной реализации. В ходе конференции был избран заместитель председателя городской организации. В результате голосования на должность назначен директор телекомпании «Интекс» Игорь Войтович. Заседание завершилось вручением профсоюзных грамот республиканского и областного уровня. Юбилейной медалью 115 лет профсоюзному движению была награждена председатель Барановичского горкома профсоюза Лариса Антонова. В городском исполнительном комитете прошла майская конференция педагогических работников. Тема общегородского форума «Образование. Ресурс развития личности, общества и государства». В работе мероприятия принял участие начальник главного управления по образованию Брестского облсполкома Юрий Просмыцкий. Традиционная майская учительская конференция прошла в Барановичах. Общегородской форум начался уже в фойе горосполкома, где работала выставка инновационных технологий, созданных учащимися и педагогами школы-гимназии города. На экспозиции были представлены программирование, показательные выступления роботов, 3D-моделирование, новейшие педагогические наработки и программы для инклюзивного образования. Инновационные проекты реализуются в 17 учреждениях нашего города. Барановичи продолжают удерживать лидерские позиции на Брещене в сфере образования. На заключительном этапе Республиканской олимпиады по учебным предметам барановические учащиеся завоевали 24 диплома. Этот результат составляет 35% от общего результата области. Также значимых успехов мы достигли и в развитии дошкольного образования. Образование в нашем городе доступно всем учащимся. Тему конференции «Образование. Ресурс развития личности, общества и государства» раскрыла начальник управления по образованию Татьяна Шестак. Анализ задач, которые стали перед нами в 2018-2019 году, показывает, что мы работали над решением важных проблем в образовательном пространстве. Это прежде всего обеспечение охраны крепления физического и психологического здоровья наших людей, применение электронных средств обучения в образовательном процессе, формирование профессиональной компетентности наших педагогов, поддержка одаренности как индивидуальной траектории развития, расширение профильного и профессионального образования на втором и третьей ступени в обучении, развитие детских и молодежных инициатив. В работе конференции принял участие начальник главного управления по образованию Брестского облсполкома Юрий Просмыцкий. В своем выступлении он отметил, что в последние годы в Беларуси качественно изменилось отношение к сфере образования. Образование сегодня – приоритет государства, ведь качественное обучение и воспитание – залог успеха. Аналогичной позицией придерживается и председатель Городского совета депутатов Григорий Кособуцкий. Образование должно отвечать вызовам времени, тогда и страна будет готова на них ответить. Сегодня уже с ранних лет нужно проявлять у детей готовность к творческому поиску, учить работать в Канаде, воспитывать культуру инженерной и исследовательской работы, формируясь, навыки жизни и цифровую эпоху. Сегодня важно выстроить современные, профориентационные работы, чтобы каждый уступник находил в ходе полное применение своих интересов, склонностями, не терял на пространство времени, в силу, дай средства, в поисках своего места. Различными грантами, почетными грамотами, благодарственными письмами и дипломами были награждены 45 работников образования города. В Барановичах продолжают обновлять тротуары и улицы. Качество благоустройства города лежит на плечах специалистов предприятия «Барановича Ремстрой». Все работы выполняются за счет средств горожан, собранных во время городского субботника. В Барановичах продолжается обустройство улиц и тротуаров. Несмотря на жару, специалисты предприятия «Барановича Ремстрой» продолжают менять асфальт и ремонтировать пешеходные дорожки. Долгожданный ремонт на улице Орджоникидзе начался около месяца назад. Рабочие уже готовятся к сдаче этого объекта. Новое дорожное покрытие уложено на всем протяжении улицы. Совсем скоро рядом появится и благоустроенный тротуар. Техника работает и на улице Фестивальной. Здесь продолжаются работы по устройству пешеходных связей. Участок выбранный случайно, он обеспечит безопасное передвижение пешеходов. Схема реконструкции разрабатывалась вместе с госавтоинспекцией. А вот благоустройство тротуара на улице Новаторов на участке многоквартирных жилых домов по улице Парковой до улицы Циолковского полностью завершено. Горожане могут в полной мере оценить качество выполненных работ. Завершены работы по сплошному асфальтированию улицы Доминикана на участке от проспекта Советского до улицы Домошевичской. В настоящий момент к асфальтированию готовят улицу Фабричную. Здесь кипит работа по фрезерованию. Машины снимают непригодное покрытие. А на улице Гаевой началась отсыпка дорог асфальта гранулятам. Третий трудовой семестр открыл в Барановичах студенческий строительный отряд «Базис». Молодые люди создают в военном городке аллею авиаторов. Аллея авиаторов появится в военном городке Барановичей. Над ее созданием работают студенты Барановичского государственного университета. Первыми третий трудовой семестр открыл строительный отряд «Базис» в составе семи человек. Руководит им студент инженерного факультета «Баргу» Николай Рапцевич. Ребята трудятся под предводительством предприятия «Барановича Ремстрой». Вместе со старшими коллегами молодые люди уже демонтировали старую плитку. Выбрал я поработать, а не отдохнуть, чтобы получить трудовой опыт, научиться работать в коллективе. А также немножечко позаработать. Я работаю со своими друзьями. Команда у нас веселая, сплоченная, нам очень весело. Да, жарковато, тяжело, но мы с этим справляемся. Инициатором благоустройства территории выступила студенческая молодежь. Предложение ребят поддержал председатель горисполкома Юрий Громаковский. На открытом диалоге между студенчеством Барановичского государственного университета и председателем Барановичского городского исполнительного комитета одним из вопросов была реконструкция данной аллеи, которую впоследствующем назвали «Аллеей авиаторов». Председатель дал добро и поддержал инициативу молодежи. Студотрядовское движение – одно из самых востребованных направлений деятельности БРСМ среди юношей и девушек. Именно поэтому еще в марте Белорусский республиканский союз молодежи объявил 2019 годом студенческих отрядов. Барановичский университет предоставил своим студентам несколько десятков рабочих мест. Всего в первичной организации Барановичского государственного университета функционирует 14 отрядов. Из них 9 педагогических отрядов, 3 сервисных и 1 строительный отряд. Всего трудиться на объектах Барановичского региона будет 165 студентов в Баргу. В Брестском областном кадетском училище проходят учебно-полевые сборы для 8-10 классов на аэродроме 61-й истребительной авиабазы. Ребята будут не только укреплять здоровье, но и осваивать важнейшие воинские навыки. Для подростков организуют занятия по огневой, строевой, тактической, медицинской подготовке и другим дисциплинам. Ежегодно по окончанию учебного года в Брестском областном кадетском училище проводятся полевые сборы с участием 8-х и 10-х классов. Вот уже четвертый год их организуют на аэродроме 61-й истребительной авиационной базы. Недалеко от взлетно-посадочной полосы разместился палаточный городок с его инфраструктурой. Ребятам предстоит здесь провести 5 дней. Подросткам это время дается для знакомства с бытом военнослужащих. Кадетский лагерь – прекрасная возможность отдохнуть, расширить свой кругозор, приобрести новые знания. С вами проведут занятия, это по строевой, по огневой, тоже что-то для себя новое возьмете. А самое главное, чтобы вы, наверное, также отдохнули и пожили, наверное, почувствовали себя настоящими, скажем, маленькими бойцами в таких условиях палаточных. Это тоже своего рода романтика. Кадеты будут жить в лагере по армейскому распорядку. Все учебно-тренировочные занятия с ребятами будут проводить опытные инструкторы. Во время полевых сборов пристальное внимание уделят культурным и спортивным мероприятиям. Все это пригодится подросткам в дальнейшей воинской службе. Самое главное для ребят – это жизнь в полевых условиях, это в палатках, это еда в полевой кухне, это бытовые условия, это спальные мешки, это отношения их друг к другу именно в таких условиях. Это очень важно для ребят. И я надеюсь, что эти учебно-полевые сборы пройдут небесследно именно для ребят и восьмых классов, ну и естественно для ребят десятых классов, потому что они уже проходят второй раз данные учебно-полевые сборы. С Брестским областным кадетским училищем в этом году попрощаются 66 выпускников. Практически 90% ребят планируют поступать в учебные заведения силовых структур. Быть может, некоторые кадеты свяжут свою судьбу с авиацией. Спасатели неустанно ищут новые способы донести до граждан важность соблюдения правил безопасности. Так, Барановичский ГРОЧС продолжает серию полезных граффити. Рисунок отличается лаконичностью. Техника пожарной, спасатели, телефоны экстренных служб. Новое противопожарное граффити украсило здание Барановичского ГРОЧС. Оригинальный рисунок появился на гараже пожарной аварийно-спасательной части номер 1 на улице Димитрово. Огнеборцы постоянно ищут необычные способы донести до граждан важность соблюдения правил безопасности. Как показывает практика, граффити – одна из самых доступных и, вместе с тем, эффективных способов рассказать о безопасности. Многие наши жители города Ройны видели, что в прошлые годы мы начали создавать такую картину, такую, можно сказать, триаду из граффити, посвященных популяризации профессии спасателя пожарного. Ну и, конечно же, напоминание о том, какой опасный здесь огонь в себе. И что, естественно, надо быть очень предельно осторожным и внимательным, соблюдая правила безопасности. В этом нам помогают уличные художники, которые всегда откликаются на нашу просьбу. И вот мы в текущем году закончили полное, у нас теперь полная картина, полное панно, посвященное вопросам ликвидации пожаров, пожарной безопасности в целом. Первые два рисунка на территории части появились в 2016 и 2017. Идея завершить картины у спасателей зародилась уже давно. Но воплотить в жизнь ее удалось только сейчас. Спонсорскую помощь оказали Барановичский завод запасных частей Автака и Торкмаш, которые выделили средства на приобретение краски. Авторами граффити, как и двух предыдущих, выступили энтузиасты-художники Александр Ламан, Паша Роско и Михаил Аксенов, которые за три дня превратили скучную картину в яркое изображение, рассказывающее о нелегкой работе МЧС. Мы не только в граффити несем смысл и обучаем население через вот это уличное искусство. Мы в прошлом году оборудовали еще одну детскую игровую комнату на базе санаторий Чеборок. Теперь у нас их в городе и районе две. Существует шесть оклеенных автобусов по тематике противопожарной направленности. 27 баннеров расположено у нас в пределах города и района, тоже напоминающие о вопросах безопасности в ЧС и пожарной безопасности. Создатели уличного рисунка были награждены грамотой Барановичского гора и отдела. Бронзовую награду завоевал барановичский боксер на чемпионате Европы по боксу. Первенство среди юниоров и юниорок в этом году прошло в Румынии. Даниил Титко победил представителей Болгарии, Молдовы и Румынии, но уступил участнику из Италии. С 24 мая по 1 июня в Румынской Галации проходил чемпионат Европы по боксу среди юниоров и юниорок. В международном форуме приняли участие 400 спортсменов из 35 стран. Беларусь в весовой категории 63 килограмма представил Даниил Титко. Молодой человек занимается в Барановичской детско-юношеской школе по боксу отдела физической культуры, спорта и туризма горосполкома. Под руководством тренеров Антона Мурина и Евгения Олейника молодой человек этим видом спорта занимается уже 5 лет. Признается, самым сложным было пройти отбор на соревнования. Каждый развивается, все хотят попасть в эту сборную. И конкуренция особенно, когда отборочные соревнования, конкуренция была очень большая, потому что все хотят попасть. И это нервы, это переживание, еще сгонка веса. Все эти факторы влияют на бой, на соревнования в целом. Даниил одержал победу над спортсменами из Болгарии, Румынии и Молдовы. В полуфинале он встретился с итальянцем Карло Ангелони. Этот поединок для нашего земляка стал решающим. По оценкам боковых судей, противник взял верх над белорусом. В финальной встрече южанин на ринге одолел российского бойца Александра Зырянова. Эта победа принесла ему золотую медаль. Даниил Титко увез в чемпионата бронзовую награду. Все хотят лучшего, все хотят максимума. Но не получилось, потому что встретился с итальянцем в полуфинальном бою. И этот итальянец, получается, избегал боя. Сам не боксировал. И мне надо было его вытягивать. Но он не хотел со мной боксировать. Он ударил, убежал. Два года назад тоже в Румынии я ездил. Но я во втором бою проиграл, занял пятое место. Ну вот в этом году. Следующий год поедем. По старшему году должны отобраться, выиграть. Будем стараться. Всего белорусские участники завоевали на чемпионате в Румынии одну серебряную и две бронзовые медали. Это были главные события уходящей недели. О том, что принесут нам следующие 7 дней, мы расскажем вам ровно через неделю. Всего вам доброго. До свидания.